Я рад приветствовать вас на телеканале IMPACT. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы остаетесь на влиянии. Я знаю, что сегодня программа будет благословеннее для вас. Я предоставляю Юрия Аскирова. Юра, приветствую тебя. Будьте благословенны. Большое спасибо. Рад снова встрече с нами. Я так, чтобы не ошибиться, но знаю, что ты учитель, толкователь Писания, учитель. Также несешь слово, являешься проповедником Евангелия. И ты стоял в основе открытия некоторых учебных заведений. Я знаю на Украине, насколько мне известно. И с тех пор, так сказать, ты упражняешься, углубляя не только себя, но всех слушателей. И радио, и телевидение. Слава Богу, по милости Божьей. И наша тема будет, Юрий, с тобой сегодня эсхатология. Ой, страшная тема. Интересная тема. Очень интересная. Очень интересная. У нас с тобой буквально час времени, без двух минут. И мы пройдемся с тобой по целому ряду. Эта тема, она вызывает интерес. А особенно в связи с новоиспеченным президентом, который настолько себя поставил в тесное отношение с Израилем, в противовес то, что сделал президент Обама перед ним, который перечеркнул и библейские принципы, и американские устои относительно взаимоотношений с Богом, избранным народом Израиля. Тот перечеркнул. Но зато подтвердил то, что написано в Писании. Итак, Марка. Итак, Марка, это 13 глава. Возьмем с 28 стиха, да? Да. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, и опускают листья, то знайте, что близко лето. Так? И когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. 30 стих. «Истинно говорю вам, не пройдет рот этот, как все это будет». Вы знаете, Юрий, это очень интересное место. В чем его интерес? В чем? До поры до времени это место практически не толковалось. Почему? Потому что загвоздкой был 30 стих. «Истинно говорю вам, не пройдет рот сей, как все это сбудется». И здесь очень интересно, почему? Потому что, во-первых, приходит время, приходит время, приходит время откровения, а откровение это дает Бог. И в данном случае, вот мы, передача по Сакраменто идет «Израиль сегодня». И там идет политическое событие, и идет толкование Божьего слова. И буквально год-полтора назад мы с Сашей Куманским говорили о том, что «Израиль окружают со всех сторон». И во время одной из передач Дух Святой просто сказал «Обрати внимание на это». И вы знаете, благосоветные, когда я начал смотреть и говорится «От смоковницы возьмите подобие». Когда ветви ее становятся мягкие и пускают листья, то знаете, что близко. И вот смотрите, благосоветные, о чем говорится. Если мы возьмем полностью главу, это эсхатологическая глава. Она говорит о том, что должно быть после того, когда Иисус сказал эти слова. Он говорил о бедствиях, он говорил о катаклизмах, он говорил о падении Израиля. Но в данном случае, в данном случае, он говорит о восстановлении Израиля. Но это, ты новость никому не сказал сегодня. Я понимаю. Это известная прописная истина «Осмоковница». Я понимаю. Это прописная истина, да. Но здесь дается срок. Я сегодня не буду говорить, какой это год, что это. Извините, это не может сделать ни один человек. Но род указан здесь. Да, род указан. Со дня основания Израиля. Да, да. И вы знаете, это буквально 70-80 лет. И снова же, Писание говорит о восстановлении Израиля. Самое первое, я хотел бы сегодня сказать, как это происходило. Почему? Потому что, когда это произошло, многие верующие подняли свои глаза к небесам и сказали «Слава Богу». Почему? Потому что они реально увидели исполнение Божьего Слова. Это важно для нас сегодня тоже, видеть реально исполнение Божьего Слова. И примерно история начинается с 1881 года, когда в Санкт-Петербурге, после восьмого покушения на Александра Первого, царь был убит. Ну, мы знаем историю, Александр Первый сделал очень много хорошего и для России, и для простых людей, а также он сделал очень много для евреев. И так как на первых ролях убийства, то есть на вторых, была девочка, еврейка, которая предоставила свою квартиру, все, и когда пришла к ней с обыском полиции, она сказала «Пожалуйста, вы можете зайти, но осторожно, там бомбы». Другими словами, она признала это, и она признала то, что она была как бы соучастницей этого убийства. И теперь это дает возможность русской реакции развязать бойню против евреев. Другими словами, стояли войска, стояла полиция, но никто евреев не защищал. Другими словами, проезжали люди специально подготовленные, они и шли, и били подряд всех. То есть геноцид евреев, это не была Великая Отечественная война, то есть это не был нацизм, это еще за сто лет, ну чуть меньше там было. Ну, вы знаете, это довольно интересный вопрос, и если его когда-то просмотреть, это было бы очень хорошо. Почему? Потому что в этих вещах, ну, одного виноватого нету. Я просто сегодня говорю, потому что я знаю историю. Виноватого одного нету. И когда я читаю, например, многих еврейских авторов, которые говорят, ну, за то, что было на Украине, в России, они указывают на Костомарова. То есть это русско-украинский историк, но Костомаров пишет и об этом, и о другом. Но это сегодня не тема нашего разговора. Хорошо. И погромы пошли по всей Российской империи. И в Кишиневе во время одного из погромов дедушке старому вбили в нос два гвоздя двухсотки. И евреи даже сочинили притчу. Они сказали, когда будет судить всевышний народы, на веса будут положены кирпичи Египта. Но когда на другие веса положат два гвоздя от Кишиневского погрома, они перевесят эти все кирпичи. Хорошо. История, история. Но во время этого группа энтузиастов, она начинает думать, что нам делать. Куда нам ехать в Европу? Нас там не ждут. Ты говоришь за евреев. За евреев, да. Потому что мы говорим сейчас о эсхатологии, которая касается евреев. И самое первое, это восстановление Израиля. Это будет, как говорится, начало тех событий, за которые мы будем говорить дальше. Павров-Холомеевская ночь, это же тоже имело место в свое время. Ну да. Но там, как говорится, христиане с христианами. И снова же, надо смотреть историю. Я, конечно, сам, как говорится, ивангельский христианин, мне жалко тех людей, которых поубивали. Но, извините, двух вещей я в жизни боюсь самое большее. Первое, это религиозный. Второе, это политический, ну, как сказать, экстремизм, шовинизм, фанатизм. Я не знаю, как лучше это назвать. Потому что, когда у человека есть эти вещи, у него, как говорится, он не дружит с мозгами. Он идет вперед, и он убивает. Говорят, радикализм. Да, говорят. Но никто не объясняет, что это такое. Хорошо, и вот группа людей, она поехала, сделала первую алью. То есть, алья, это от слова «оля» еврейского, то есть, которое говорит о жертве всесожжения, которая полностью сжигалась и как бы возносилась к небесам. То есть, они сделали это в Палестине. Да. Они сделали это тайно, насколько я понимаю. Но эта история запечатлила этот момент, да? Хотя мы мало о нем, очень мало знаем. И что интересно, когда они приехали туда, они нашли голую степь, болото и все. Почему? Раньше эта земля цвела, были деревья, все. Но перед этим турки ввели налог на деревья, и их все вырубали. Это Османская империя. Да, да. Потому что она владычествовала до 1917 года там. Хорошо. И вот с 1882 года было сделано 4 алии до войны, до Первой мировой войны. Но если мы посмотрим в другое место, там события разгорались еще более интереснее. Ну, прошу прощения. Сколько их выехало с Европы, первых переселенцев, сколько выехало? Немного. Немного. Сотня, две тысячи. Может, где-то в порядке тысячи, может, немножко больше. Потому что говорили за определенные группы. Но дело в том, что уже ближе к Первой мировой войне, уже, как говорится, начали и с Польши ехать, и с других мест. Почему? Потому что это была зона оседлости евреев по Киеву. Житомир особенно. Да, да, да. Дальше их не пускали. Дальше пускали только крещенных евреев. Дальше этой зоны не пускали никого. И Александр Первый разрешил, разрешил евреям покидать эту зону и идти дальше. Он разрешил иметь еврейские учебные заведения. Он разрешил открывать им свои предприятия. Он разрешил им открывать банки. И понимаете, среди этого всего всегда найдутся недовольные. И за, например, Столыпина в России тоже говорили, если его реформа пройдет дальше, революции не надо. Почему его и убили? Но это не наша история. Мы вертаемся назад. Следующий факт, это был примерно 1897 год. То есть, 1994 год, если я не ошибаюсь, это был первый конгресс сионистов в Базеле. Но до этого произошло событие. Теодор Герцель был ассимилированный в еврейское общество еврей. Другими словами, он не считал себя евреем. Он считал себя австрийским подданным. И вот его, как журналиста, посылают в Париж на суд Дрейфуса. Дрейфус был капитан французской армии, генерал Генштаба, которого обвинили в том, что он продал документы немцам. Это перед Первой войной? Да, перед Первой мировой войной. И вот теперь Дрейфус осудят. И Герцель освещает этот процесс. И он наблюдает, что люди кричат «Бей жидов! Бей жидов! Бей жидов! Причем тут? К чему?» Но люди, понимаете, оглотелая толпа кричала свое. Как в свое время кричали «Бей жидов! Спасай Россию!» И вот теперь с этого конгресса, то есть с этого суда или с этого судебного заседания, Герцель приезжает другим человеком. Он начинает делать все для того, чтобы евреи имели свое место. Он прекрасно понимает, если не будет своего национального уголка или очага, они всегда преследуемы. Они всегда в положении, когда их можно уничтожить, убить, наказать безнаказанно. Он приехал к турецкому султану, он говорил с ним, что турецкий султан не разрешил. Он был на их местах. Но вот еще в 1897 году он собирает в Базеле конгресс, конгресс сионистов, и там они провозглашают о создании государства Израиля. Герцель прожил очень мало. Он прожил всего 44 года, но все эти 44 года он посвятил тому, чтобы создать это государство. Следующим человеком, который сильно повлиял на создание государства Израиль, был первый президент Израиля Хаим Вейтсман. До того, в 1914 году, он приезжает в Великобританию с Белоруссии. Он остается профессором одного из университетов в Великобритании. И начинается Первая мировая война. Великобритания терпит поражение, потому что взрывчатка, которая была у них, она была очень дорогая и малоэффективная. Вейтсман разрабатывает свою, более дешевую и намного эффективнее, и дарит ее английскому правительству. Дела на фронте пошли лучше. И тогда к нему приходят, говорят, слушай, чем мы можем отблагодарить тебя? Говорят, мне ничего не надо. Ну скажи, чем мы можем? И он говорит, хорошо, когда вы возьмете Иерусалим, сделайте, пожалуйста, там еврейский национальный очаг. И они согласились. Следующий, это 1917 год. Генерал Олемби, это генерал Великобритании, подъезжает вплотную к Иерусалиму. То есть у него задача взять Иерусалим. Он видит город с позолоченными куполами, церквей, мечетей, и как-то его сердце сжалось, он не хотел бомбить Иерусалим. И он дает королю, вроде Георгу, если не ошибаюсь, телеграмму, что мне делать. И получает ответ одно слово, молись. И вот он молится, и приходит ответ. Приходят парламентеры от турок, и они предлагают торжественную сдачу Иерусалима. То есть они выходят с флагами, с оружием, со всем, но оставляют город для английских войск. Это было началом конца Османской империи. Да. И это было подарком для генерала Олемби и ответом на его молитву. В этом же году министр иностранных дел Великобритании Больфур издает декларацию, которая называется его именем. Декларация Больфура. Что она декларировала? Она разрешала евреям приезжать в Эрц Израиль, или как тогда называли Палестина, и там создавать свой национальный очаг. Вот стоит сделать такую важную ремарку о том, что на то время так называемая Палестина, Палестина, вот эта вот израильская земля, там где евреи потом осели, она была заселена палестинцами в каком-то роде, я так понимаю, да? Но дело в том, что я читал литературу, они говорили, что их было там очень и очень мало. Все началось потом. Потому что Палестина, это же филистимляне. Да, да, да. Те оставшиеся филистимляне. Да. Тех филистимлян нет уже. Ну да, это совершенно верно. Один из профессоров Израильского теологического университета, он довел, что эти палестинцы, ну извините, это принявшие ислам евреи. Не знаю, я его читал труд, я, конечно, не согласен с этим. Ну извините, что-то благородное подкатывает, но не соглашаюсь с этим. Нет, потому что не могут евреи, ну как, история знает о том, что ряд евреев, они принимали ислам, но они делали это под острием меча, приложенному к горлу. Тем более было, было как бы разрешение Маймуна. Маймун знает, что это один из самых великих учителей иудаизма, за которого говорили от Моше на Синае, до этого Моше не было другого Моше, то есть не было другого Моисея. И я прошу прощения, потому что нас смотрит ряд евреев сегодня в районе Сан-Франциско, и они будут немного возмущены. Это нормально быть возмущенным. Я имею в виду то, что имело место, имело все-таки место, что некоторые евреи, они под страхом казни и смерти, они принимали ислам. Но это было очень в историческом сегменте, это был очень маленький период, и таких было очень мало. Я понимаю. И дело в том, что Маймун написал, он написал многие общины. Если вас под страхом смерти заставляют принять или христианство, и ислам, принимайте. Еврейская душа выше этого. Но при первой возможности снова вертаетесь к иудаизму. И это было. Но я не знаю, это довел профессор израильского университета, университета иудаики, это не я. Я просто говорю то, что он говорил, утверждая, я просто говорю как предположение. По-моему, его настоящие правоверные евреи, они бы побили его камнями, этого профессора, если бы они узнали, что Палестин... Я понимаю, они это узнали, он это печатал. Но понимаете, есть факты, есть факты, есть исторические данные, есть все. То есть он апеллировал... Хотя душа моя противится, что палестинцы могут быть братьями двоюродными евреев. Ну, вы знаете, в данном случае религиозная принадлежность, она играет очень большую роль. Извините, друзья становятся злейшими врагами. Ну, мы смотрим хотя бы Иаков и Исаав, дальше Измаил. И даже говорят, то есть по Писанию мы находим то, что амалититяне, извините, это родственники евреев. Ну, из-за того, мы знаем почему, потому что началась ассимиляция евреи, почему Господь строго-настрого сказал уничтожить все народы, когда захватывали обетованную землю, землю обетованную. Потому что Господь знал и видел наперед тысячи лет, что когда произойдет ассимиляция, тогда вот этот генетически правильный род, код этот, он будет растворен, он будет перемешан. И в конечном итоге это получится абракадабра, винегрет получится. Хотя здесь есть и немножко маленькая оговорка. Многие учителя иудаизма, многие, это бывшие, то есть язычники, которые приняли иудаизм. Вы знаете, я когда готовил передачу, вот буквально на радио вчера, я просмотрел историю Анилокса. Ну, празелиты были, празелитов было немало. И Анилокс это был родственник Андриана, императора, который разрушил Иерусалим. И когда родственник узнал, что он, то есть Андриан узнал, что он принял иудаизм, то есть он был сильно злой. Он даже прислал людей арестовать его. Но Анилокс улыбнулся, говорит, что ты улыбаешься? Говорит, знаешь, я по вас наблюдаю за моим небесным отцом. Говорит, земные владыки, они сидят в дворцах, и они командуют, и люди делают то, что было им хорошо. А наш владыка дает возможность нам сидеть в дворцах, а сам делает эту работу, чтобы нам было благословение. Я говорю, это был человек. Дальше, многих учителей иудаизма, вот сами евреи говорят, что они были когда-то празелитами. И вы знаете, просто душа радуется о том, что это было, что это есть. И вы знаете, что они оставили такое благословение для нас сегодня, что мы просто наслаждаемся этим. Единственное, от чего душа скорбит, это то, что все-таки очень много богопротивникам нашего Господа Иисуса Христа исчезла. Наверное, 99,9%, к сожалению. Вы знаете, благословение, я немножко сделаю маленькое отступление. Но эти люди, они учат нас. Они учат нас. Первое, чему? Чтобы мы внимательно вот эту штуку исследовали. Буквально два года назад я имел передачи на Портланд. И я говорил с иудействующими, и говорил с людьми, которые, ну, в иудаизме. И они мне сказали, вот вы говорите, что в 22-м псалме, то есть в 21-м, написано за Христа, но в оригинале этого нет. То есть пронзили руки мои и ноги мои. Я посмотрел, да, в иврите этого нет. Но, говорю, есть другое место. Исаия есть. 53-я глава. 53-ю главу они не признают. Но есть другое место в Захарии. И возрядно того, которого пронзили. Но есть же это все. Понимаете, они учат нас, во-первых, исследовать Писание. И вы знаете, благодаря еврейским методам толкования, я по-другому начал смотреть на Писание. С другой стороны, они учат нас диспутировать. Они учат нас многим вещам. Мне только остается сказать, дорогие, большое вам спасибо. Ну, это здорово сказано. Это здорово сказано. Даже в ракурсе нашей беседы это очень интересный пойнт. Да, это очень интересный. Это очень интересный пойнт. Я согласен, да. Просто знаете, если человек хочет искать мудрости, и вот смотрите, я просто отвлекусь... Он будет искать у евреев, кстати. Да. Вот смотрите, заповедь. Не делай другому того, чего не желай себе. Они ее перефразировали. Они сказали, не суди человека. Пока ты сам не оказался на его месте. А знаешь, почему Господь сказал око за око? Ты прекрасно знаешь. Я не сомневаюсь. Потому что до этого Божьего установления окружающие народы, до того, как Господь поставил устав и закон для евреев, для своего обетованного народа, окружающие народы, местью было не просто одно око выбить или руку отрубить, а уничтожать весь род. И Господь положил конец огромному беспределу, имеющему место в то время, потому что вот если я тебя оскорбил, ты недовольствовался тем, что ты обидишь, оскорбишь меня. Ты, ну это я, так сказать, символически говорю, это не ты. Ты очень добрый, мягкий муж Божий благословенный. Так вот, человек, которого оскорбили, он вырезал, вырезал, как первобытный общинный строй, он вырезал все родство обидчика. Господь же сказал, нет, око за око и зуб за зуб. Если я тебе выбил зуб, не имеешь права 32 мне выбить. Имеешь право выбить только один зуб. Вот немногие знают вот это, но это именно то, что было положено в основу не только нравственного закона, Богом установленного. Но это был очень справедливый. Я понимаю, это чисто христианское толкование, но еврейское толкование совсем другое. Я знаю, да, я знаю. Оно останавливает месть. И оно говорит, во-первых, что судить должны судьи, которые для этого есть. Да, совершенно верно. Дальше. Закон называется око за око. Хорошо. Если, например, мне сделали, ну проблему, поломали руку. Все, я иду к судьям. Судьи вызывают хулигана. И они пять видов штрафа налаживают на него. Первый какой? Первый за боль. Дальше за причиненную обиду. Дальше за потерю трудоспособности. За оценку раба. То есть человека оценивают. Каким он был до этого, после этого. И плюс медицина. И плюс к этому все его поля, огороды, пока у меня рука больная, он должен обрабатывать. Это постановление судей. Потому что, если, например, мне поломали руку, я сказал родственникам ему поломать руку, извините, я приду завтра в больницу, мне скажут, слушай, плати. У меня нет денег, мне поломать. Плати. А здесь закон как раз и говорит, хулиган, пожалуйста, заплати. И не пожалуйста, обязательно. Ну хорошо, благословицы, можно я вернусь обратно к нашей теме? Да, конечно, мы идем дальше. Хорошо. И вот мы видим, что следующая дата, мы видим, что после Второй мировой войны, много евреев, то есть Первой мировой войны, много евреев начало приезжать в Эрц Израиль. Великобритания, которая начала бояться этого, начала подселять туда арабов. Именно Великобритания создала этот вопрос. И Великобритания никогда не защищала евреев. Евреи начали делать отряды самообороны. Ну потому что Палестина стала колонией Великобритании. Ну после Первой мировой войны Лига наций дала мандат на управление Палестины именно Англии. И Англия дала разрешение евреям туда ехать. Совершенно верно. Но когда они увидели, что евреи встают больше, и они начинают как бы там расцветать, они побоялись, они начали подселивать арабов. И началась резня. И в 1936 году Зеев или Владимир Жаботинский, он приезжает в город Луцк. Он приезжает с одной целью, собрать раввинов Западной Украины, Белоруссии и Польши. Он же еврей был. Да. Да. Он был один из руководителей отрядов самообороны. Таких активных отрядов. И он просит раввинов Западной Украины, Белоруссии и Польши, которые приехали в Луцк специально для того, чтобы поговорить, он просит, чтобы они разрешили репатриацию в Израиль. Но раввины отвечают, нет, это утопия. Это задержит приход Машиаха. И практически это постановление, оно свело на нет 6 миллионов евреев, которые могли уехать, когда была возможность. И вот теперь Хаганан... Смотри, дело в том, что я с тобой отчасти соглашусь, потому что перед Первой мировой войной и перед Второй мировой войной обеспеченные евреи, они имели очень теплые места в Европе и везде. И если бы охотник их не погнал, то есть я согласен с тобой, буквально большой процент, но я имею в виду, что если бы даже были открыты двери для репатриации в Израиль, немногие бы поехали. Потому что они бы поехали на голые земли, в пустыню, в отличие от, будучи таким сословием высшего класса, который был как раз в Европе, в которой они занимали место. Я понимаю, в Германии они были и генералами, были кавалеры Железного Креста, и у них было специальное общество евреев, кавалеров, генералов, кавалеров Железного Креста. То, что была упущена возможность для них, как ты сказал, это 100%. Рядовые евреи хотели ехать. Согласен. Дело в том, что Польша, Венгрия. В Польше была диаспора 3,5 миллиона, 800 тысяч было в Венгрии. Я не знаю, сколько было врат в других странах, но это одна из причин, почему они не уехали. Почему, когда немцы пришли, они шли полностью, говорится, всей общиной на кладбище, где был похоронен их святой, и они просили заступничества. Это было тогда, но была возможность в 1936 году. Англия пока еще была заинтересована в этом. Она разрешала действия Белой Книги, хотя два раза приостанавливалась, то есть действия от этой декларации Больфура, два раза приостанавливались, но она не закрывалась. В 1937 год Хагана выходит на контакт с СС. И в Каире встречается Адольф Эйхман, и встречается, я не знаю, кто-то с Хаганы. И результатом этой беседы и этого соглашения было то, что когда немцы завоевывают какую-то территорию, они всю диаспору разрешают выехать в Эрц Израиль. Друзья, пожалуйста, не пугайтесь этих материалов, вы можете их найти в интернете, вы можете их найти в еврейском обществе, это все есть там. Потому что только оттуда я брал их, потому что в одно время я был связан с еврейской общиной, и, как говорится, мы ее находили, мы ее собирали. То есть это было запротоколировано, то есть это не с пальца взятое. Нет, это не с пальца взятое. Согласен. Дело в том, что ничего с пальца взятого я здесь не говорю. Почему? Потому что кто-то мне позвонит и скажет, слушай, почему ты обманываешь? И этим самым, как говорится, будет и на меня пятно, и, как говорится, на людей. Ну, зная тебя, Юра, и не только из твоих уст, но со стороны, Юрий, я знаю, что ты очень глубоко обычно в теме, если ты берешь тему, ты исследуешь со всех сторон. Это не твои слова, это то, что говорят о тебе другие. Поэтому тут, если даже тебе скажет кто-то, что ты обманываешь, я бы поставил огромный вопросительный знак относительно осведомленности и компетентности этого твоего, не видимого, а условного противника. Поэтому я сто процентов, потому что ряд из того, о чем ты говоришь, я сам не пролопачивал так, как ты, но прочитывал. То есть то, о чем ты говоришь относительно, что предшествовало этому геноциду, это сто процентов. То есть здесь, пожалуйста, мы можем продолжать. Хорошо. Следующим годом в этой истории у нас будет 39-й год. Почему? Потому что в этом году Англия выпустила Белую книгу, до минимума ограничив эмиграцию евреев, до минимума. Приложи толкование Белая книга, потому что ряд из зрителей не знают, что это такое. Я, это просто английское правительство издало эту книгу, назвало Белая книга, в которой было написано, что евреям запрещается въезд в Израиль. Все. И после этого мы видим, что очень многие евреи, очень многие евреи, которые убегали из концлагерей, они нанимали какие-то дряхлые суденышки. Они плыли в Эрц Израиль, и английская администрация топила их, топила эти корабли, то есть пускали торпеды, и сколько людей там не было, они тонули. Это результат. Результат чего? Потому что Хагана немножко начала проводить немецкую политику на Ближнем Востоке. И Британия этого испугалась. Это реально, это снова факты. Хорошо. Мы видим дальше война. Мы видим, что погибло 6 миллионов евреев. Мы видим, какие разрушения были, все. Но Израиль, Израиль, в Израиле на то время, если не ошибаюсь, была партия Авода, то есть партия Труда. И в 46-м году, видя издевательство англичан, они идут в пост. Они идут в пост. В еврейский пост. Да, евреи идут. У них особый пост. Это не тот пост, как мы представляем, кстати. Ну, дело в том, что, например, пост Йом-Кипур, судного дня, это очень интересный пост. Это 25 часов. 25 часов в синагоге, 25 часов молитвы, раскаяния и так дальше. Ну, и англичане смеялись. Вы что хотите нас разжалобить? И тогда руководители этой партии сказали, если 6 миллионов вас не разжаловали, мы вас не разжалуем. И Хагана принимает тогда решение. Отстрел английских офицеров. Они начали убивать английских офицеров. И в 1947 году Великобритания увидела, что это заходит за рамки. И она сдает мандат на управление Палестиной в Организацию Объединенных Наций. И ООН принимает решение на этой территории создать два государства. Израиль и Палестину. И мы знаем, что это было в 1947 году. А 14 мая 1948 года кнезд Израиля провозгласил независимость Израиля. И, кстати, во свете нашей беседы сегодня историческое событие в Сенате Соединенных Штатов. Знаешь, какое произошло? Пока не знаю. 90 сенаторов из 100. Потому что присутствовало на заседании 90. Это Верхняя Палата Конгресса. 90 сенаторов проголосовали за то, чтобы столицу, то есть Иерусалим, и перенести посольство Израиля, Американское, из Тель-Авива в Иерусалим. Это беспрецедентный случай. Когда единогласно и демократы, и республиканцы проголосовали практически единогласно для того, чтобы все-таки перенести. Потому что на протяжении десятилетий, мы знаем, все посольства были переведенены из Иерусалима в Тель-Авив. И вот сегодня исторический момент, кстати. Как поступит президент Трамп, мы не знаем. Хотя в предвыборной своей кампании он говорил, что он сделает Иерусалим. Вместо консульства, не консульства есть, но посольства. Посольства. Посольства, да. Продолжай. Хорошо. И мы видим, что когда была провозглашена независимость Израиля, стал старый раввин и прочитал молитву. То есть спел. По милости Твоей мы не исчезли. То есть это трогательно. Да. Ибо велико милосердие Твое. Я понимаю, что это было благословение, но буквально на следующий день пять мусульманских государств пошли войной. Да. И в то время, в то время, Палестину аннексировал не Израиль, а Транс-Иордания. Это тоже документально зафиксировано. Потому что когда были... Ну это Транс-Иордания, мы понимаем, это соседи были. Да, да, да. Это те же самые соседи. После этого она начала называться просто Иорданией. Все. И проблему, которую создала Иордания, а не Израиль. Вот это вся проблема. Хорошо. Мы увидели то, что, например, государство создалось. Хорошо. Теперь идут 70-80 лет, которые мы с вами говорили. Мы говорим за род. Не пройдет род. Да, да, да. То есть 47-й и род пошел 70-80. Да, да, да. И мы видим, что начинает происходить. Мы начинаем видеть, что в 60-61 год в Америке отменена детская школьная молитва. Преступность возрастает на 10 тысяч процентов. Дальше. Мы видим активизацию голубых или розовых, не знаю, как их называют. И снова же, они добиваются определенных вещей. Я подчеркни, что это было начало, happy moment. И начало было положено президентством Кеннеди, так называемого. Ну, так называемая, это чисто лирика моя. Но президент при правлении президента Кеннеди было положено очень много богоотступничества в этой некогда благословенной стране Америки. Хорошо. Мы дальше видим то, что началась, ну, я уже сказал, активизация этих людей. То есть, они хотят не только просто, чтобы их не трогали. Они хотят легализации. Дальше. Они хотят доминирования. И дальше. Они хотят, чтобы, ну, человека можно было превращать уже, извини, чуть ли не в робота. Хотя это, хотя это говорит сегодня и римокатолическая церковь. То есть, они ждут мессию. Но они ждут мессию не такого, как евреи, и не такого, как остальные христиане. Они ждут мессию с космоса. И тогда вот это начертание, это будет как ДНК тех, которые придут. И, как говорят они, оно как бы увеличит жизнь человека до 500 лет. Но они же получат антихриста. Их антихрист, это будет их мессия. Ну, я не знаю. Дело в том, что если смотреть, ну, мы уходим с основной пока темы. Например, евреи говорят, что мессией будет человек, который произойдет из колена и рода Давида. Потому что мы говорим эскатология, дальше пойдет коллапс. Если мы смотрим кризис, который был, он искусственно был сделанный. Все говорят об этом, все об этом пишут. Он был искусственно сделанный. И сегодня ученые и экономисты говорят, мы стоим на пороге следующего кризиса. И вот смотрите, снова все как бы сходится. Хорошо. И нужен будет человек, который сделает так, что этот кризис уйдет. И евреи говорят, этим будет еврейский мессия. Ну, потому что по-другому быть не может. Знаешь почему? Потому что посадить его в храме, язычника, евреи в храм не посадят. Они только своего посадят. Потому что, как говорят, например, сегодня адвентисты седьмого дня. Ну, тоже я уважаю этих людей, я уважаю их неверование. Почему? Не я, как говорится, им это говорил. Что говорят они? Они говорят, что антихристом будет Папа Римский. Но, извините, Папа Римский это, извините, не еврей. Да. И, извините, Папа Римский для них не авторитет. Дальше, второе, то, что я говорил, они ждут человека, который придет с небес. То есть, пришельцы. Для того, чтобы взять у них ДНК. И для того, чтобы снова повторилась история, которая была перед потопом. Я пока не буду комментировать ее, что, к чему и как. Этот вопрос спорный. И, может, когда-то, если у вас будет желание, мы эту тему возьмем. Хорошо. И следующее, кого они ждут? Они ждут еврея. Еврея довольно умного, довольно благословенного, довольно эрудированного. Довольно, как говорится, компетентного во многих вопросах. И мы прекрасно знаем, до определенного времени это будет человек. Но, когда войдет определенная сила в него. Дух написано. Это уже будет не человек. Возможно, даже повторится история Христа. Возможно, его даже ранят. Возможно, его убьют. Но, извините, снова же, как Христос воскрес на третий день, и этот воскреснет. И для многих это будет великое чудо. Продолжай. Для многих это будет великое чудо, и люди последуют. Но тут, нам надо обратить внимание на одно еврейское учение. Очень хорошее, очень благословенное. А ну-ка. Учение о двух мессиях. Не слышали такого? Не, я слышал, но ты продолжай. Хорошо. Два мессии. То есть, когда мы читаем 48-49 главу Бытия, говорится за Иосифа. И говорится за Иуду. И сегодня евреи понимают, что мессии будет два. Бен-Йосеф, то есть сын Иосифа. И Бен-Давид, сын Давида. Один страждущий мессия, который должен прийти и пострадать, и умереть. И другой царственный. Который придет для того, чтобы восстановить мир и царствовать в этой народе. На этой земле. И когда я читаю, например, за еврейских лидеров, которые претендовали на то, что они мессии. Первый вопрос, который им задавали. А где Бен-Йосеф? Где Бен-Йосеф? И они начинали сочинять определенные вещи для того, чтобы показать, что там Бен-Йосеф, где он погиб. Например, Шаббатай Цви сказал, что его Бен-Йосеф погиб во время резни Богдана Хмельницкого. Другие показывали на другие вещи. Но мы знаем, что Иисус говорил о втором пришествии. Он говорил о первом пришествии, что он придет как страждущий. Он должен пострадать. Он должен умереть. Но другой раз он придет как царственный. Как Бен-Давид. Как мессия, который будет царствовать. И сегодня многие христиане начинают понемножку как бы делить эти два понятия в Писании. Смотреть пророчества, которые были сказаны за Христа, который должен прийти в первый раз и во второй. Хорошо. Но снова мы уходим немножко от темы. Мы говорим о том, что что-то должно произойти. То есть экономический коллапс. Это раз. Дальше. Падение морали. Это два. И мы сегодня видим, мораль падает, ну извините, уже до самого Плинтуса. Мы сегодня видим, что раньше было бесстыдным. И то, что раньше на Украине, вот когда я родился в 61 году, когда я уже что-то начал понимать, ну 10 лет. Например, в то время люди неверующие, они были намного морально чище, чем сегодня верующие многие люди. Ты очень мягко говоришь. Ты смотри, как коммунисты требовали. Кодекс коммуниста, он должен быть муж одной жены, он должен быть примерным, он должен уважать других, он должен почитать старших. Это кодекс коммуниста, который, кстати, с Библии взяли этот кодекс. Я понимаю. Поэтому совершенно верно, ты говоришь, что насчет морали. И я тебе более того скажу, Юрий, что если бы Бог в этом падении, которое началось, как мы говорили, с демократического президента в 60-х годах, Кеннеди, и все его родство, смотри, какими смертями, все без исключения погибают родственники Кеннеди. То есть говорят проклятие, как заклято на этом роде. И смотри, оно и шло, и шло, и шло, дошло до Обамы. Я это говорил, и не стесняюсь это заявить во всеуслышание, что после Кеннеди самым нечестивым, богоотступным, богоненавистным и богопротивным демократическим президентом в свободолюбивой Америке, это был президент Обама. Но президент Обама сыграл и свою роль в этом. Мы говорили об этом. Если бы Господь не поставил Трампа, который не является ангелом с крылышками, мы тоже понимаем. Но мы прекрасно понимаем то, что развязал руки Обама для того, чтобы не только аборты массово делали в Америке, но он же выделял около миллиарда долларов за все, каждый год выделял. Около миллиарда долларов в год он выделял на африканские, специально для абортов, африканские страны. Потом азиатские страны для того, чтобы там массово делались аборты. Что сделал в первый день президент Трамп, когда стал в Белом доме главою, который подписал, упразднил закон Обамы финансировать аборты за пределами Америки. Первое. Второе. Он поставил вето на то, чтобы выделять 500 миллионов на аборты клиники в рамках Америки. Когда в последний день президент Обама, уходящий же в последний день, он понял, что евангельские христиане в Америке, они были сильным голосом и были рупором на стороне кандидатов в президенты Трампа. И он понял, что аборты упразднят с первого же раза, и будет сильное влияние евангельских христиан. Я не говорю христиан. Евангельские христиан. Огромная разница между христианами Америки и евангельскими христианами. Об этом надо говорить, проводить целые темы, целые беседы. Не называйте себя, если вы христианин евангельский, не называйте, не говорите, что вы христианин. Это ничего не значит для американца. Как только вы добавляете, что вы евангельский христианин, везде, на дороге, в машине, в самолете, в магазине, в работе, в учебном заведении, в университете, в колледже, в школе, как только ребенок говорит, что он вырос в евангельской христианской семье, не просто в христианской семье, как он добавляет это слово «евангельский», меняются люди, сразу лица меняются, вытягиваются лица, сразу морщатся брови, потому что евангельский христианин – это тот в Америке, который держится не только буквы Писания, но и духа Писания. Так вот, когда Обама понял, что евангельские христиане упразднят его финансирование аборт-клиник в Америке, знаешь, что он сделал? Он издал закон, что штатный бюджет по штатам, распределяемый в штат, каждый штат имеет свой бюджет, внутренний бюджет. Есть федеральный бюджет, распределяемый с центра, а есть в 50 штатах внутренний бюджет. Так вот, он издал закон, что отдельные штатные бюджеты не имеют права, не имеют права дискриминировать аборт-клиники и иллюминировать финансирование абортов. То есть он знал, что федерально запретит Трамп, но локально каждый губернатор, очень же много, мы и сами с усами. Знаешь ли ты, что президент Обама поставил около тысячи судей, как за время своего девятилетнего управления почти, около тысячи судей муниципальных, маленьких, всяких, там засели конкретно, засели демократы, либералы засели, богоненавистники, богопротивники, богоотступники, то есть около тысячи человек. И сейчас, что ни делает Трамп, отовсюду огромное противление любым, даже простым тем вещам, которые до него президента делали. Вот так, малейшей инициативой он проявляет, какую-то добрую инициативу, сразу включается механизм противления, то есть идет целая война. Посмотри, что на днях происходило в Портленде, посмотри, что происходило в других городах, посмотри, что происходит на телеэкранах против Трампа. Почему? Мы должны понимать, что это идет не просто против Трампа, это идет сильнейшее духовное противостояние против евангельских церквей. Поэтому провожай. И против Израиля. И против? Почему? И против Израиля? А знаешь, почему против Израиля? Я сейчас буду говорить за это. А ну, пожалуйста. Хорошо. Вот когда у нас была передача, где-то полтора года назад, Израиль сегодня, и Саша говорил о том, что Обама инициатирует действия многих стран против Израиля, он это делал. Он обратил внимание на это. Я часто думал, Господи, то есть евреи толкуют, страна, которая нападет на Израиль, которая будет инициатором. Ну, написано с севера. Кто с севернее Израиля? Везде толковались, что это Россия. Россия, ну да. Нет. Нет. Вавилон. Ну, тогда, знаешь что? Можно я? Можно. Тогда это будет альтернативная точка зрения. Продолжай. Это не то, что альтернативная, это еврейская точка зрения. Понял. И они говорят, страна, которая, то есть Вавилон, это Ирак, или же страна, которая командует Вавилоном. Кто это? Иран. Америка. Америка. И я тогда думал, Господи, ну как, ну это же лучшие друзья. Америка постоянно грудью стояла за Израилем. Америка постоянно не давала возможности другим странам что-то сделать. И тут именно Америка инициирует войну против Израиля. Инициируют все страны. Франция, другие. Я удивлялся, Господи, что делается? Вы знаете, ответ был для меня. В чем этот ответ? Нет, что друзья, которые были друзьями, лучшими, буквально в одно мгновение они могут стать врагами. И человек, который комментировал еврейскую эсхатологию, то есть Равин, он говорил одно. Страна, которая командует страной севера, она постепенно станет страной севера. Ну, я тут готов, так сказать, подискусировать. Знаешь почему? Потому что все складывается к тому, что самым ярым первым противником на сегодняшний момент Израиля является не Россия, не Ирак, но Иран. Иран, да. Это даже не Сирия. Я понимаю. Не сириане, это даже Иран. Поэтому для того, чтобы на сегодняшний момент, в ближайшие десятилетия Америка превратилась во врага Израиля, я категорически не согласен. Хорошо. Пожалуйста, я не навязываю свое мнение. Это альтернативно. Да, хорошо. Теперь, что говорят евреи? Вернее, что делается сейчас? То есть мы связываем политику с Библией. Сейчас Трамп инициатирует, то есть дает инициативу в создании ассоциации или блока мусульманских и христианских стран, в которую входит даже Саудовская Аравия, который ярый противник всех христиан. Это правда. В борьбе, то есть этот блок будет защищать Израиль. Но что самое интересное? 12, 13, 14 глава Захарии говорит интересную вещь. Иерусалим. Иерусалим станет камнем преткновения. Иерусалим станет тем, что, ну извините, разум людей помутит. И вот именно этот блок, который создается, мы имеем сейчас 10-12 лет. И этот блок, он пойдет, он создастся и он будет функционировать. Но в определенное время интересы мусульман и христиан, они разделятся. Потому что город преткновения будет Иерусалим. Ну, я подозреваю, что предпосылкой, этому преткновению, предпосылкой, это чисто может субъективно, но я вот как-то чувствую в духе, будет перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. И это будет бомба замедленного действия для арабов. Потому что этим самым Америка заявит, что она признает, что Иерусалим не делим ни под каким предлогом и является столицей и главой израильского государства. Я вот так думаю. Но мы прекрасно и понимаем другую вещь. Слово Божье, оно должно исполниться. Оно должно исполниться. И если говорится, что многие страны, они пойдут войной против Иерусалима. И цель будет одна, отдайте нам Иерусалим. То есть, сначала идет как бы борьба за то, что Иерусалим должен быть еврейским. Но что-то потом произойдет и они потребуют. Отдайте нам Иерусалим. То есть, сделаем Иерусалим интернациональным городом для всех. Евреи, конечно, не соглашаться. И я бы не согласился. И вот тогда начнут определенные события. И мы знаем, что связываются, как говорится, интересные вещи. Мне, конечно, очень нехорошо. Когда-то думали, что Россия будет инициатором войны против Израиля. Вы знаете, как мне было больно это слышать. Потому что Гог и Магог. Эти два князя, мы знаем, где они находятся. И полностью толкование, оно шло, вот страна северная. Я понимаю. Поэтому, если на север, ты сегодня интерпретировал, что на севере находится... Юра, писание толкует писание. Пророчество Иеремии. Что ты видишь? Котел, поддуваемый с севера. Да. То есть, страна с севера. Именно Вавилон. Это толкую не я, это говорят они. Хорошо. Снова же. Если мы сегодня смотрим на эти вещи. То есть, у нас есть определенные документы. У нас есть определенные высказывания политических лидеров. У нас есть сегодня много. То есть, у нас сегодня как бы панорама открыта больше. И евреи говорили, это произошло. То есть, за 250 лет до нас, они говорили, то есть, не до нашей эры, а до нас, они говорили, что это все произойдет тогда, когда Иерусалим будет в наших руках. То есть, они это говорили, они это говорили давно. И плюс, кроме этого, что ты перечислил, что есть у нас, у нас есть еще знамение последнего времени. И об этих знамениях мы поговорим в следующий раз. Видишь, как час пролетел. Ой. Поэтому знамение последнего времени разворачивается на наших глазах. Да. И дальше, когда мы читали, мне говорят, осталось две минуты. И дальше, когда мы читали, мы оканчивали 30 стихом 13 главы Марка. Истину, говорим, не пройдет рот, как все это будет. Истину, говорю вам. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Одни, том и часа. Никто не знает, ни Ангела Небесного, ни Сын. Смотрите, бодрствуйте. И после этого, уже до конца, 13 главы, Христос три раза говорил, бодрствуйте. Потом через стих говорит снова, бодрствуйте. Потом снова, а что вам говорю, последние 30 стихом 13? Всем говорю, бодрствуйте. На этой ноте мы и окончим. Может, не столь мы знаем историческую подопеку всем происходящим событиям, что очень важно. Но то, что бодрствовать, мы обязаны. Аминь. Из другой стороны, мы видим, как развертается сегодня событие. Совершенно верно. Поэтому, друзья, спасибо, что вы... Я безмерно признателен потрясающей информатика из духовной, так сказать, составляющей. И поэтому благодарен тебе, Бог да благослови, мы будем снова встречаться. Друзья, спасибо, что вы были с нами на импакте. Оставайтесь с нами на импакте. Помните, Иисус Христос любит вас. Он с вами. Если вы никогда не служили к Богу, придите к Нему сегодня. Это настоящий, правильный, подлинный и истинный Мессия. Мой Господь и твой Господь. Аминь. Мой Спаситель и твой Спаситель. Аминь. На этой ноте мы и окончим. Будьте благословены. Аминь. Аминь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»